Доброго времени суток всем друзьям! Новости из США Игоря Азенберга читает Юрий Рашкин. От чтеца. Если вы являетесь гражданином США, регистрируйтесь на выборы в ноябре. И если голосование по почте существует в вашем штате, просите уже сейчас, чтобы вам выслали избирательный бюллетень, когда он будет готов. Также пишите в комментариях, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. И не забудьте подписаться на Рашкин Репорт на Ютубе и на Фейсбуке, а также на Инстаграме, где вы найдете нас на канале под названием Новости USA. Все это абсолютно бесплатно. Если вы хотите финансово поддержать этот аудио-видеопроект на любом уровне, найдите Рашкин Репорт на patreon.com. Заранее спасибо. Итак, среда, 17 июня 2020 года. Как и ожидалось, вчерашнее обращение Министерства юстиции в суд с требованием запретить бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону публиковать его книгу «Комната, где это произошло», только ускорило раскрытие содержания книги. Книга должна появиться в книжных магазинах 23 июня. В Амазоне эта книга уже бестселлер. Количество людей, уже купивших ее и ожидающих 23 июня, бандеролись книгой рекордно. Судья назначил слушание по вчерашнему иску на пятницу, 19 июня. Между тем, издательство Simon & Schuster уже разослало сигнальные экземпляры книги в ведущие газеты и телекомпании, чтобы они могли подготовить свои рецензии к моменту появления книги в магазинах. В среду газеты Washington Post, New York Times, Wall Street Journal опубликовали большие статьи с изложением наиболее скандальных моментов из книги Болтона. Эти статьи в течение всего дня обсуждаются всеми телеканалами. Очевидно, такие оперативные публикации были ускорены вчерашним иском Министерства юстиции с целью воспрепятствовать выходу книги. Остановимся кратко на самых скандальных фактах, которые приводит Болтон. Более подробно поговорим о содержании книги в субботне-воскреснем обзоре. Итак, Джон Болтон сообщил о следующем. В июне 2019 года, во время саммита G20 в Осакии, встретившись с китайским президентом Си Цзиньпином, Трамп прямо просил китайского лидера помочь ему с переизбранием в 2020 году. Для этого, как сказал Трамп, Китай должен резко увеличить покупку американских соевых бобов и пшеницы, чтобы преимущественно фермерские штаты Среднего Запада проголосовали за него, считая это его заслугой. Во время того же саммита Трамп восторгался в разговоре с Си Цзиньпином концлагерями, которые в Китае заключают уйгуров. Это правильное дело, с одобрением отзывался о лагерях Трамп и добавил, что нужно продолжать строить концлагеря и дальше. Также во время того же саммита G20 Си Цзиньпин сказал, что рассчитывает работать с Трампом еще шесть лет, на что Трамп ответил, что люди считают, что для него, Трампа, должно быть сделано исключение из Конституции, и ему должно быть разрешено быть президентом более двух сроков. Во время переговора в 2018 году с британским премьером Терезой Мэй, Трамп очень удивился, что Великобритания является ядерной державой. По словам Болтона, было очевидно, что Трамп не знал, что Великобритания обладает ядерным оружием. Когда решался вопрос о том, где состоится встреча Трампа с Путиным в 2018 году, Трамп удивился, что Финляндия не является частью России, и на полном серьезе уточнял, так ли это у тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. «Препятствование правосудию — это стиль жизни нынешнего Белого дома», — пишет Болтон. Он говорит, что по требованию Трампа Министерство юстиции останавливало расследование, которое вело, например, против Турецкого банка и китайской компании, производящей телекоммуникационное оборудование, поскольку Трамп хотел добиться этим расположения Эрдогана и Си Цзиньпина. Трамп требовал от прокурора Бара возбудить уголовное дело против бывшего государственного секретаря Керри. О журналистах Трамп высказывался, цитата, «Они отморозки, их нужно казнить». На ежедневных брифингах разведки Трамп значительно больше сам говорит, чем что-либо слушает. По словам Болтона, Трамп уже был очень близок к объявлению о выходе США из НАТО гораздо ближе, чем кто-либо думает и чем до сих пор известно публике. Не сомневаюсь, что в случае второго срока развал НАТО будет основной внешнеполитической задачей Трампа. Трамп заявил во время одного из совещаний, что было бы прикольно совершить вторжение в Венесуэлу. Во время встречи Трампа с Ким Чен Ином в Сингапуре в 2018 году, госсекретарь Помпео написал Болтону записку, характеризируя Трампа, цитата, «Он настолько полон говна». Конец цитаты. Хорошее дополнение к характеристике данной Трампу предшественникам Помпео Тилерсоном, который сказал о президенте в присутствии нескольких людей «ёбаный придурок» после того, как Трамп требовал вывести американские войска из Южной Кореи. Помпео добавил в свои записки, что он ожидает от встречи Трампа с Кимом нулевая вероятность успеха. «Болтон был свидетелем того, как Трамп утверждал, что условием возобновления замороженной им помощи Украине является объявление Украины о расследовании в отношении Байденов» и так далее. Только не следует думать, что Болтон — герой или что-то в таком духе. Все это и многое другое он мог рассказать во время расследования в рамках процесса импичмента Трампа в октябре-декабре 2019 года. Мог, но отказался, прибегнув вместе со своим заместителем к услугам адвоката, который обратился в суд с просьбой решить, должен ли Болтон свидетельствовать по повестке из Палаты представителей или слушаться запреты Белого дома и не свидетельствовать. Джон Болтон выбрал свой путь. К тому времени он уже заключил контракт на издание книги, за которую должен получить 2 миллиона долларов. И рассказывать он ничего не собирался, прежде всего потому, что хотел, чтобы ему за этот рассказ заплатили. В среду вечером Трамп в интервью по телефону телеканала Fox обвинил Болтона одновременно во лжи в разглашении государственной тайны. Газета Los Angeles Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп настаивает, чтобы федеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Болтона и что такая возможность рассматривается. Вторая, самая важная новость среды в Америке, вероятно, огорчит некоторых знатоков американского права, уверенных в том, что полиция всегда права, может стрелять в кого угодно и ей за это ничего не будет. Это не так. И очень хорошо, что это не так. Окружной прокурор Пол Хавард в округе Фултон, Атланта, штат Джорджия, предъявил сегодня обвинение двум полицейским, один из которых застрелил поздно вечером в прошлую пятницу Рейшарда Брукса. Теперь уже бывшему полицейскому Гарлду Ролфу, застрелившему Брукса, предъявлено обвинение по 11 пунктам в умышленном убийстве и еще по 10 пунктам, отягчающей его вину, включающим нарушение присяги по нескольким пунктам. Второму полицейскому Дэвину Бронсону также предъявлено обвинение по 3 пунктам, включающим нарушение присяги. Несколько подробностей. Полицейские знали, что электрошокер, выхваченный у одного из них Бруксом, пустившимся бежать, не представляет никакой угрозы ни для них, ни для кого-либо, поскольку он разряжен. Закон города Атланта запрещает полицейским не только открывать огонь по убегающими от них, но даже использовать электрошокер, если убегающий не представляет угрозу для них и окружающих. Полицейские провели с Бруксом около 40 минут, проверяя его на алкоголь, беседуя с ним и обыскивая его, а затем принялись заламывать ему руки, не сообщив вопреки закону, за что они его задерживают. После того, как две пули попали в Брукса, полицейские не предприняли ничего для оказания ему помощи. Рольф в течение двух минут 12 секунд пинал его ногами, а Бронсон вообще встал на него и стоял в то время, как он был еще жив. По предъявленным обвинениям, Рольфу может грозить наказание от пожизненного заключения до смертной казни, которая в Джорджии применяется за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Так что не всегда полиция права. Реальная жизнь, закон и право отличаются от того, что показывают во многих триллерах. Спасибо всем, кто прочитал, просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем! Новости из США Игоря Азенберга за 17 июня 2020 года читал Юрий Рашкин.